Всем привет, меня зовут Вестал. А, ты тот самый парень с чертежами? Да, с чертежами. В этом ролике не будет спонсоров, поэтому прошу вас подписаться на мой телеграм-канал и группу ВКонтакте. Это будет вашей наилучшей благодарностью. Тем более сейчас это моя подушка безопасности. Электро это один из самых спорных злодеев среди всех фильмов про Человека-паука. Фанатский лагерь разделился на две половинки. Одним он нравится, другие же считают злодея посредственностью. Если честно, я всегда был где-то посередине. Мне просто было на него все равно. Я никогда особо и не вникал в его характер и не ждал появления в триквеле КВМ-паучка. В дилогии он запомнился мне классным экшеном и интересным решением с музыкой. Ненавижу эту песню! Именно поэтому я и не хотел продолжать данную рубрику. Но пересмотрев высокое напряжение и нет пути домой, понял, что ошибался. Я зря не обращал на него внимания. По крайней мере Макс Дилан все же заслуживает отдельный ролик. Он достоин того, чтобы его вспоминали и чтобы о нем говорили. Сейчас я кратко напомню, в чем заключается суть данной рубрики. Как и в роликах про Доктора Осьминога и Зеленого Гоблина, мы проведем анализ характера и поступков Электро в двух фильмах. Новый Человек-паук высокое напряжение и Человек-паук нет пути домой. Благодаря этому я сам смогу разобраться и наглядно вам показать, испортился ли Электро спустя 8 лет. Понять, был ли он лишь ненужным фан-сервисом, либо же сценаристы сумели грамотно продолжить его историю. Сохранив основные черты персонажа. Несмотря на то, что Электро был заведомо проигрышным вариантом, сценаристы нет пути домой получили шанс исправить персонажа. Попробовать закрыть его гештальты. Так сказать, залатать дыры в тех моментах, в которых высокое напряжение не дожало, либо же не успело. Почему Электро это реально проблемный персонаж для фильма Человек-паук нет пути домой? Дело в том, что его история не была закончена так, чтобы хотелось увидеть ее продолжение. Мы его не ждали. Вот смотрите. Зеленый Гоблин и Ото Октавиус предложили более интересную развязку своей истории. Нас, фанатов, интриговало, каким же образом они вернутся. Что нового смогут предложить сценаристы? Как законченные образы персонажей будут себя вести? Ведь в трилогии Октавиус получил искупление. Норман погряз в битве со своей второй личностью. Мы сочувствовали ему, потому что все равно видели внутри Зеленого Гоблина настоящего Нормана Осборна. Мы видели последствия и реакцию его сына. А что с Электро? Он просто проиграл Человеку-пауку и умер. Все. Ему даже время после этого не уделили. Словечком не обмолвились. Персонаж не закончил свой путь. Не смог развиться глубже и достичь какой-то точки в реализации своей мотивации и последствий действий. Да, он, как и другие злодеи, оказался просто жертвой обстоятельств. Но в отличие от них, Макс просто бессмысленно ушел из истории. Ничего не дав ни главному герою, ни самому себе для развития характера. Давайте разбираться, что же именно исправил Человек-паук Нет пути домой. Но для этого отмотаем время на 8 лет назад. Кратко, местного Макса Диллана можно описать двумя словами. Нездоровый фанат. Это человек, который настолько был обижен и не принят обществом, что начал искать любовь к себе на каждом шагу. При этом из-за вечных нападок от других людей, воровстве его идей и так далее, он приобрел психическое расстройство. Подтверждение этому разговоры с самим собой перед зеркалом. Подражание Человеку-пауку. Паучок, как поживаешь? Классно, Макс. Классно. А также галлюцинации, в которых он говорит людям, что на самом деле думает. Ты не Человек-паук, он лев, а ты стрелец! Поэтому любое внимание в свою сторону Макс уже воспринимал неправильно. Даже то, что Гвен запомнила его имя, очень сильно удивило Дилана. Да, рада была познакомиться, Макс. Ух да, она запомнила моё имя. Лучшим лекарством для персонажа являлась любовь и искреннее внимание от других людей. А теперь осознаете, что его любимый супергерой говорит такую фразу. Ты мне нужен. Ты мои глаза и уши на земле. Понял. Ясно? Ясно. Ещё увидимся! Конечно же он воспринял её иначе. Самый важный человек в его жизни, пример для подражания, сказал, что он ему нужен. Из-за своего фанатизма и болезни Макс подумал, что они лучшие друзья. Именно это и сыграло злую шутку. Дело в том, что у него было две мечты. Первая – это личный диалог с Человеком-пауком. Поздравление с днём рождения от любимого супергероя. От кумира. Вторая – это чтобы его наконец-то заметили в обществе. Наверное, круто, да? Когда весь мир смотрит на тебя. И он это получил. Вкусил всю суть быстрой славы и силы. Он меня видит. Меня заметили. Это наложитесь на землю. Заметили. Но столкнувшись с пауком, Макс увидел, что все обращают внимание именно на него. А из электро делают злодея, хотя он ничего плохого не совершил. К тому же, соль на рану сыпал факт того, что Питер и вовсе его сразу не вспомнил. Он для него лишь очередной спасённый человек. Из-за этого две цели разбились друг от друга. Идеальный образ героя стал мгновенно объектом для ненависти. Ведь даже Человек-паук, благодаря поражению электро, получил ещё большую славу. Макс подумал, что он просто хотел за его счёт навариться. Впрочем, как и все остальные люди в его жизни. В фильме мы видели, что в Аскорбе все знают о краже его наработок и электросистемы. И что всем на это всё равно. Коллеги за счёт его слабости продвигаются вверх по карьерной лестнице. А если судить по вырезанным сценам, его матери также было на него плевать. Он был ей нужен лишь для того, чтобы поддерживать состояние и исполнять просьбы. Такой карманный подручный. Она даже с днём рождения сына не поздравила, а просто оскорбила его. Ты придурок! Кстати, если бы эта сцена была в кино, зрители бы явно иначе высказывались о его мотивации. Не понимаю, зачем вырезали такой важный момент, глубоко раскрывающий характер персонажа. Момент, который добавляет зрителю больше связи с персонажем за счёт сочувствия. Исходя из всего перечисленного, Макс сделал такой вывод. Ты подставил меня! Нет, я тебя не подставлял! Ты заугал мне! Нет, я хочу помочь, но и ты мне помочишь! Человек-паук упал в его глазах. Единственный, кто когда-либо отнёсся к нему по достоинству, тоже оказался предателем. Ещё большим. И если вам показалось странным, что Электра просто так примкнул Гарри, то вы не правы. Ведь Осборн прямо сказал ему волшебные слова. Электра впервые почувствовал, что человек не врёт. Ведь для Гарри он это последняя надежда. А большей решимости как раз добавила общая ненависть к Человеку-пауку. Именно это и склонило его на путь злодея окончательно. Дурное влияние от прогнившего и обезумевшего от своей болезни Гарри Осборна. Их общее разочарование в том, кто даёт надежду. Он хотел обесточить Нью-Йорк, чтобы было видно только его. А также отомстить Человеку-пауку. Всё пропитано двумя целями, составляющими мотивацию. Мы наблюдали их развитие на протяжении всего фильма. Видели множество предпосылок к этому. А также прослеживалась логика. Так что его мотивацию вполне можно и нужно принять. Да, она простая. Но и в то же время жизненная и понятная каждому зрителю. Поэтому я считаю, что главная проблема у Электра как раз не плохая мотивация. А неправильное завершение истории персонажа. Всё можно было хорошо подвести к логичному финалу. Да, в Питеру и Максу нормально поговорить и всё обсудить. Позволить ему понять своего героя. Разрешить их недопонимание, исполнив при этом давнюю мечту. А данный разговор позволил бы стать уверенным в себе. Попробовать иначе вести себя в обществе. Хорошим примером будет диалог Питера и болеющей девочки-фанатки из 94-го Человека-паука. Кстати, все три части обзора на него уже на канале. Советую после этого видео заценить. Примерно так и нужно было всё реализовать. Там и герой, и девочка смогли за счёт друг друга что-то приобрести. А теперь представьте, как разговор по душам поменял бы жизнь Электро. Питер мог стать его проводником в нормальный мир. Но в итоге получился синдром из суперсемейки. Неправильно понял кумира и пошёл против него. Символично, что синдром тоже орудовал молниями. К сожалению, Нет Пути Домой смог лишь частично заделать дыру. Но, по крайней мере, сценаристы всё же дали им поговорить. И это тоже очень важный вклад в Электро. Давайте вникнем чуть подробнее. Почему-то его основные цели в другой вселенной сменились. Теперь Макс не стремится добиться внимания окружающих. Либо же найти друга, который его поддержит и поймёт. Дилан желает только большей силы и власти. Первые мысли при просмотре фильма заставляют вас думать, что это идёт на вред его образу из высокого напряжения. Потому что цели с предыдущей версией персонажа не сходятся. Всё же сценаристы смогли вырулить и объясниться за счёт новой внешности. Если вы заметили, когда Макс трансформировался в Электро, его зубы стали ровными. Однако остальное тело приобрело неестественный цвет. А также он стал лысым. Стал ещё более отталкивающим для окружающих. Его дизайн был необратимым. Он полностью обрубал возможность снова стать нормальным человеком. Ведь Макс теперь выглядит как мистер Фриз. Даже может убить при касании. Он это ходячая батарейка. Бомба замедленного действия. Отражение своей участи, своего одиночества. Но тотальная перегрузка перед его смертью всё исправила. И давайте опустим факт, что он не знал, кто скрывается под маской Человека-паука. Питер Паркер, Человек-паук, теперь тащит любого, кто об этом знает, из всех прочих вселенных, сюда, в нашу с тобой. Однако его всё равно почему-то загинуло во вселенную и киноселенной Марвел. Скорее всего, это произошло за пару миллисекунд до этого взрыва. Он стал сгустком чистой энергии. Мощнейшей версии себя. Повышенное напряжение как раз таки и побудило новую трансформацию. Электро стал ещё сильнее и получил идеальное тело. Теперь он накачанный, нелысеющий и имеет красивую бородку. За такую работу с деталями сценаристам нет пути домой отдельный респект. Заметно, что они хотя бы внимательно смотрели высокое напряжение. Судьба предоставила Электро второй шанс. Сделала его таким, каким ему хочется видеть себя в зеркале. Теперь он может чувствовать себя комфортно среди окружающих. Получается, что потерялась нужда кому-то что-то доказывать и добиваться внимания. Что в итоге это дало, кроме более простого и естественного образа для зрителя? У Электро поднялась самооценка, что косвенно и аккуратно решило прошлые проблемы. Вот и всё. Он даже сказал Питеру, что тот больше не в топе. Ты уже давно не в топе. За меня не волнуйся. Сам спасусь. Это означает, что Макс уже давно для себя решил этот вопрос. Он не старается привлекать к себе внимание, не хочет, чтобы его замечали. Электро теперь это не нужно. Конечно, чувствуется, что его характер и мотивацию специально изменили. И упростили в угоду экранному времени. Сделали так называемый мягкий перезапуск. Это тот же персонаж, но он ведёт себя иначе, а также преследует совершенно другие, более простые цели, которые удобны именно этому фильму. Но хотя бы спасибо, что частично связались с прошлыми событиями и оправдали всё новой внешностью, а также сладостью энергии другой вселенной. Кстати, интересно придумано, что питаясь электричеством здесь, он становится жёлтым. Однако сильно расстраивает тот факт, что данные изменения сделали его исключительным злодеем, вырезав доброе начало. Это единственный персонаж, который не хочет лечиться. Песочный был не против, просто хотел домой. А в какой форме, не важно. Норман тоже пока не вмешался в Гоблин. А Октавиус был под влиянием Щупалис. Но потом он сильно благодарил Человека-паука. Электро же чувствовал себя богом новой вселенной. При первом просмотре казалось, что он хотел лишь рвать и метать. Вместе с Гоблином, Макс сорвал идеальный работающий план Питера Паркера. У меня это вызвало лишь ненависть к поступкам персонажа. Исключило желание наблюдать за ним в кино. В «Нет пути домой» я не сочувствовал ему как в высоком напряжении. Но, к счастью, всё оказалось не так просто. Если внимательно вслушаться в его слова в конце фильма, то можно понять, что электричество всё же влияло на и без того больное сознание Макса. Примерно как чувство голода у вампиров. Именно это и заставляло его совершать некоторые поступки в высоком напряжении. А также стремиться к власти и к большей силе в «Нет пути домой». Подтверждением этому являются данные моменты. Можно услышать, как вокруг у него всё зудит. А также, как он прям видит желаемые электрические потоки. Поэтому, в принципе, можно за уши натянуть и принять тот факт, что желание власти – это логичная эволюция его целей после поднятия самооценки. Но всё-таки думаю, что он заслуживал большего. Чувствуется халтурка. Пусть и не такая, как с песочным человеком и ящером, но ощутимая. Пропала та часть, из-за которой хоть кто-то мог ему сочувствовать. Также пропала и фишка с музыкой. Тут она появляется лишь на пару секунд и не так явно. Тоже очень печально, поскольку это прямая ассоциация с образом из высокого напряжения. А если подумать, ведь реально было не только сохранить, но и дополнить персонажа. Лишь финальный диалог с Пауком Эндрю после насильного излечения, хоть как-то меняет ситуацию и справляется с поставленной задачей. Макс спустя столько времени, наконец-то добился исполнения своей мечты из высокого напряжения. Получил тот подарок, который хотел в день рождения. Он пообщался с кумиром, причем без маски. И услышал то, что Паучок даже после всего не считает электроничтожеством. Но все какой ценой? Сколько людей пострадало из-за их недопонимания? Из-за токсичности общества? А также, насколько сильно пострадало сознание Макса Дилана после всего этого ужаса, который он пережил, будучи как человеком, так и электро? Остался ли он тем же добрым малым, каким был до Угрей? Как я уже и сказал, он просто жертва обстоятельств, которому, если честно, не повезло больше всего из всех остальных злодеев в Нет Пути Домой. Как с точки зрения самого персонажа, так и с точки зрения отношения фанатов к нему. И самое обидное, что мы не узнали, осталось ли в нем хоть частичка света, после всего этого кошмара. По крайней мере, пока что. Однако мы видим, что Макс принял свою ситуацию и осознал, что имеет второй шанс, с идеальным телом. Это его билет на путь хорошего человека. Черт, вы угри! Но вот воспользуется ли он им или нет, зависит от него. Снова его история оборвалась, не имея четкого конца. Однако сейчас, в отличие от бессмысленной смерти, мы видим, что благодаря Человеку-пауку он получил снова надежду, которую тот у него однажды забрал. И вот за это, спасибо, нет пути домой. Данный разговор был невероятно важен для персонажа. Безусловно, не получилось детально раскрыть его характер, идеально все перенести в новый фильм спустя 8 лет, и тем более закончить. Возможно, из-за спорного отношения фанатов к персонажу, настолько запутанный клубок. Но тот мягкий перезапуск, который мы увидели, все-таки иногда дает дань высокому напряжению. Все-таки частично, но закрывает те дыры и боль от слива Электро. Да, было столько интересных возможностей показать все иначе. Переместить Электро на хорошую сторону. Сделать диалог с кумиром более трогательным, затронув предысторию с матерью, либо же показав ее во флэшбеке. Показать, как персонаж в итоге живет, как он достигает высот, используя свой второй шанс. Перечислять можно долго, но на данный момент это все упущено. Да, он так и остался спорным злодеем, у которого в «Нет пути домой» многое притянуто за уши. Тем не менее, спасибо, что улучшили ситуацию спустя 8 лет, что теперь фанаты Электро могут не прятаться, а с достоинством говорить, что им нравится этот злодей, несмотря ни на что. А хейтеры теперь с чистой совестью могут сказать «Я прощаю тебя». Субтитры сделал DimaTorzok